Если вы нальёте в чашке её слишком много, креска будет слишком разбавлена. Понял. Или чё типа того. Наши с Моникой взгляды на мгновение встречаются. О боже, абсолютно один из моих самых любимых напитков. Хотел бы я его себе покрыть. Израил Чурки, с вами с вами Карл Жексон. И пока у меня нет интернета, я буду записывать Мир Грёс. Когда это выйдет, я не знаю. Как выйдет, так выйдет. Тут всё загружаем последнее сохранение. Вот оно. Оказавшись там, она начинает рыться в них. Она достаёт диплозора, затем прорачивается к маме Мэйджи. Кхм. Чизо-сан, ничего, если я воспользуюсь этим здесь. Я хотел показать всем, как это работает. Конечно, я не возражаю. Ну что ж, дети, веселитесь. Кхм. С этим с вами родители Мэйджи идут обратно на кухню. Юли берёт цилиндр и нажимает на кнопку внизу. Мгновение спустя, тонкая струйка пара начинает вырубаться через небольшое отверстие наверху. Это афирное масло жасмина. Оно пахнет немного сладко и цветочное, верно? Я, это действительно так. Можешь нам объяснить, почему ты выбрал жасмин? Конечно. Я выбрал жасмин для этого мероприятия, потому что он обеспечивает кое-что большее, чем просто расслабление. Афирное масло жасмин усиливает ваши эмоции и помогает вам почувствовать, как они проходят через ваше тело. Вам становится теплее, а ваше сердце колотится сильнее. Вам не кажется, что эта атмосфера будет идеальной, чтобы поделиться... Вам не кажется, что эта атмосфера будет идеальной, чтобы поделиться нашими стихами? На самом деле, это хорошая идея. Юли мягко улыбается, явно наслаждаясь собой. Она снова лезет в сумку и достаёт несколько катушек тонкой ленты, а также бумагу для оригами. Верно, я видел, как ты купила их прошлой ночью, но могу я спросить, для чего они нужны? О боже, мы что будем складывать бумажных зурадей? Я оттой в этом! О нет, мы не будем использовать бумагу для складывания оригами. Что я хотел бы сделать, так это написать на карте бумаги разные канзи. Нам понадобится около сотни таких. Для чего? Ну что ж, я собираюсь отрезать кусочки ленты, чтобы повесить их на двери класса. Затем мы можем прикрепить бумагу к канзи к лентам, чтобы создать занавес для дверного проёма. Разве это не было бы? Прекрасно. Да также привлечёт внимание тех, кто пройдёт мимо комнаты и может заставить некоторых заглянуть внутрь. Ласковый телёнок двух маток сосёт. А? Что ты имеешь в виду? А, это выражение из России. В принципе, стараться сделать что-нибудь более привлекательное, чтобы повлечь больше людей, это очень креативно, Юй. Понял, спасибо. Интересно, о чём говорит этот взгляд? Юй достаётся в блокнот. Я полагаю, что те из нас, у кого лучший почерк, могут писать иероглифы канзи. Это будем мы с Моникой. Карл, я думаю, что вы с Саёей Нацуки можете поработать над набросками, которые я сделал для баннеров. С Саёей, я видел тебя на уроке рисования, и я думаю, что ты идеально подойдёшь для рисования контуров. Пока вы трое будете рисовать в линиях, я буду уверен, что всё пройдёт хорошо. Понял. Я вытаскиваю бумагу с баннером, который Юй купила прошлой ночью. Мэйджи, у тебя есть какая-нибудь из газета? Для чего? Чтобы положить на землю, дабы мы не испачкали весь пол. Нет, у нас здесь никогда не было бумаги, но может быть там пригодится немного картона. Юй, эта бумага довольно слонкая. Ты же знаешь, что краска будет здесь, верно? Да, точно. Я купила немного заболевания бумаги, чтобы положить по-тонкую. Юй достаёт стопку большой белой бумаги. О, тогда не бей в голову. Я должен был догадаться, что Юй подумает об этом. Действительно. Саёей берёт блокноты и просматривает рисунки. Я сижу с одной стороны и смотрю через реплечёные сумки, а Натсуги садит с другой стороны. Угу. Театурный клуб Академии Закур приглашает... Представить... Может быть, напишите чьи-то цитаты вокруг баннера. Фоновый цвет голубого неба с облаками. Посмотрите с царевой нарисовать. Я смотрю на первый набросок. Ага. Повесить на стену за подиумом напротив класса. Голубой. Жёлтый. Блин, чё-то написано. Жёлтый. Смешать с голубым. Чтобы... Получился зелёный. Ага. Солнце. Красный смешать с... Жёлтым. Не, погоди. Тут написано зелёный. Аж. Красный соединить с зелёным, чтобы он получился... Какой? Фиолетовый? Серьёзно. Допустим. Синий здесь. Помешать с красным, чтобы он получился фи... Нет, наоборот. Чтобы он получился... А тут это как? Красный смешать с зелёным, чтобы он получился коричневый. Но тут нету коричневого. Допустим. Наталяющая цитата на баннере. Как коричневый может получиться, если... Может, оранжевый? Как здесь совместить с жёлтым, чтобы он получился оранжевый? Вообще тут очень мелко написано. Еле прочитал. Наталяющая цитата на баннере. Вообще не могу почитать. Затем на другой. Эй, Юрий. Да. Юрий как раз разрезает часть бумаги очень обычным на вид ножом. Какую цитату ты планируешь написать на этом баннере? Я указываю на второй набросок. Ну что ж. Будет веселее удивить вас всех. Хм. Вполне смыслливо. Кроме того, где ты взяла этот нож? Успокойся. Я не видел нож в игре, но он действительно прекрасен. Для сребанной ручки выгравлен замысловатый узор из волн. Само лезвие слегка окрашено в синий цвет, если смотреть на него при определённом освещении. Это не обычный гарманный нож. Оно выглядит действительно причудливо. Оно? Это орудие убийства. Да, и давай не будем отталкиваться от этого, как в игре. Без шуток. Ну что ж. Это подарок на мой прошлый день рождения и первый нож, который я смогу найти дома, прежде чем прийти сюда. Я собиралась использовать его, чтобы вывезть бумагу для оригами. Подожди, это не то, правда ли, которое она обычно использует. Что ты имеешь в виду? Она коллекционирует ножи, помнишь? О, точно, попался. Держу при этом, потому что она боится осуждения. Что ж, это удивительный подарок. Очень высокое качество. Не хотел бы ты поддержать его? Я определённо хотел бы его поддержать. Конечно, почему бы нет? Юэй осторожно протягивает мне укояткой... Протягивает мне нож укоятки... Юэй осторожно протягивает мне нож укоятки ко мне! Я беру его и поворачиваю в руках. Кажется тяжёлым и чрезвычайно прочным. Он определённо дорогой. Интересно, действительно он был подарком. Интересно, насколько он острый. Давай выясним. Серьёзно! Как в игре, блин, ну серьёзно. У Юли вообще... Вот посмотрите внимательно на лицо Юли, чуваки. У всех лица нормальные, у Юли взгляд такой, как будто бы она... Ну, она же сама себя режет, так что неудивительно. Теперь все смотрят на меня. Мойка с Юлей делает всё возможное, чтобы скрыть свой дискомфорт. Нацуки перевозят взгляд с ножа на Юли. С намёком на беспокойство. Хм, да, этот взгляд в глазах Юли немного тревожит. Я хватаю страницу белой бумаги и аккуратно прорезаю её. Лезвие проходит насквозь к горячей нож сквозь масло. Впечатлённо я возвращаю очередь на волосой девушке. Это довольно прочный и хорошо сделанный нож. Спасибо. О, ну он же не тупой. Типа на своём пальце же проверять. Ну хватит об этом. Можем вернуться к работе. Ладно, Моника, давай приступим. Хорошо. Моника хватает ещё одну пустую страницу, айгами и продолжает писать. Союи хватает карандаш и начинает раскашивать сначала второй набросок. Ребята! Я... Ребята, я могу это сделать! Здравствуйте, Карл! Почему вам не вынести воды для таблеток акварельной краски? Нам понадобится около шести стаканов воды, чтобы положить каждую таблетку в каждый стакан. О, и нужно совсем немного воды. Если вы налёте в чашки её слишком много, краска будет слишком разбавлена. Понял. Я достаю таблетки с краской и начинаю читать инструкции. Подожди, я знаю, что мы можем использовать. О, да? Что мы должны использовать? У меня есть несколько маленьких пластиковых стаканчиков, которые мы можем использовать. Я покажу тебе где. Что ж, нацуки, пойдём. Я направляюсь в душевую комнату на первом этаже. Ну смотри, тут под раковиной. Там должен быть пластиковый пакет с лесками и стаканчиками. Я киваю и быстро нахожу, что описывает менеджер. Я беру шесть стаканчиков и возвращаюсь на кухню. Я начинаю направлять стаканчики в то время, как нацуки открывают упаковки от таб... Да, открывают упаковки от таблеток. Я решаю попытаться ещё немного поговорить с нацуки, пока мы одни. Эй, нацуки, захожу, добралась домой прошлой ночью. Это была настоящая буря. А? О! Зам не удалось. Папа был не слишком доволен тем, что я описал так поздно. Ай, сожалею об этом. Всё в порядке, я только снова прослушал лекцию. Уже привыкла. Ну, если да, говоришь. Я действительно хочу помочь ей открыться. Но, похоже, она всё ещё немного насторожена. Лучше пока оставить этот вопрос в стороне. Мы с нацуки начинаем смешивать таблетки в стаканчиках с помощью палочек для перемешиваний. Перемешивание. Итак, Карл, в своей собственной жизни здесь так какому-нибудь мангу? Я прочитал парочку. Да. Какие? Ну, помимо того, что я сейчас читаю, мир, который знает только Бог, члены студенческого совета и Узаки Чан хочет потусоваться. Буду честен. Я больше увлекался аниме, чем мангой. Но теперь, когда я дружу с тобой, Мэйль же, чувствую, что ты заставишь меня читать намного больше. Ты чертовски прав. И в газном райе. Я заставлю тебя читать до конца своей рне. В особо-то не встало, ладно. Я заставлю тебя читать, пока у тебя на углу в глаза не полезут. Ну, в принципе, это одно и то же. Чё я говорю голосом, нацуки. Я слышала, кстати, от первых двух. Мне нравится первая, а вторая на мой вкус слишком похабная. Но что за... Но что за... Зацвечая манга я никогда о ней не слышала. Я тоже. Что это? Чёрт возьми. Узаки Чан выйдет только в декабре этого года. Извини, она ещё не вышла. Ух, ты шоу. А, извини, я имею в виду, что с нетерпением жду её выхода. Она должна выйти в декабре этого года. А с чём в ней всё здесь? Молодая девушка в колледже дразнит своего сэмпая. Хм. Инсерьезная концепция. Я могла бы просесть её. Ты сказал, что она называется Узаки Чан хочет посусоваться? Она самая. Поняла. Итак, ты сказал, что тебе больше нравится аниме? Как так вышло? Я пожимаю плечами. Это сложный вопрос. Может быть, мне больше нравится тот факт, что аниме в большинстве своём раскрашено? Кроме этого, бывают моменты, когда трудно сказать, что происходит в некоторых сценах. Как в сценах драк, знаешь? Ооо. И когда я всегда такую мангу? Хихиху. Ах! И решаю немного подразнить её. Верно. Я так понимаю, что тебе больше нравится манга, кусочек жизни. И, возможно, манга жанра романтики. Ну... И что? Если это так, а? Успокойся. У всех нас есть свои... Греховные... Греховные удовольствия. Греховные удовольствия. Греховные удовольствия. Греховные удовольствия. Нет. Автор не закончил её. О, почти что заговорил об этом. Заговорила. Неожиданно отрезали пищу до главного героя. Нет, не стоит. Я собираюсь быть сой, кто закончит её. Он оставил мне несколько заменок о том, что он хочет сделать. Но так же сказал, что я могу продолжить всего, если захочу. То есть, а разве автор книги не Нацукина мама? Нет? Почему он? Почему он? Я не могу зазваться, чтобы подняться за его уровня. За её. Похуй. Чё написано, то я буду читать. Даже если будет написано, Карл Джексон, козёл, тоже прочитать. А чё? А чё? А чё? А чё? А ты определённо на пути к этому, судя по... Ты определённо на пути к этому, судя по вчерашнему. А, спасибо тебе. О, кстати, я только что вспомнил, что в Сирасе так и не рассказал мне об идее названия твоей в Сирасе манги. Чё-то возьми. Почему? Ты уже это действительно так важен, что ты и не говоришь. Я не знаю. Я знаю, что в конце концов мы им расскажем, так что какой вред в том, чтобы забегнуть сейчас? В чём-то он прав. Скольку я не пытался придумать попадание, кажется, ничего не прокатывает. Проснись! Проснись! Ты сам раздавлялся, косметический ковбой! Нацуки брызгает мне в лицо водой. А, извини, я просто немного поговорил с Мэйджи. О, хорошо. И так назвали. Ну, я же говорил тебе, что это лучше подойдёт для визуального романа или стимулятора свиданий. Так что я всё равно хотел бы знать... Я вздыхаю. Доки-доки, я театрный клуб. О, мой... Бог! Это просто смешно! Я закатываю глаза, пока нацуки начинают сгибаться в оболам от смеха. Она даже фыркает. Да, я так и подумал, что она именно так отреагирует. Хорошо, ты закончила? Ага. Ага, секунду. Я начинаю собирать готовые стаканчики с краской и ставлю их на поднос. Когда мы возвращаемся в гостиную, я замечаю, что пол теперь покрыт белой бумагой, что купила Юри. Моника и Юри всё ещё пишут Канзи. Свои уже работают над первым баннером. Ух ты! Юри не врала. Ты неплохо разбираешься в искусстве, малышка-булышка. Ге-ге, мне нравится рисовать. В моём случае, этот баннер готов к покраске. Спасибо, мы с нацуки приготовили краску. Я кладу стаканчики с краской поверх бумаги. Сайори, ты хочешь, чтобы мы подождали, пока ты заканчиваешь этот баннер, или мы должны начать? А дремать у меня некоторое время. Так что вынесите меня и начните с другого. Я пометила цветок андостом. Отлично, спасибо. Я собираюсь найти другую... Найти какую-нибудь музыку, чтобы включить её. Затем приступлю к делу. Я поднимаюсь наверх и достаю из рюкзака телефон и Bluetooth динамик. Направляясь обратно вниз, я включил какую-то успокаивающуюся ментальную музыку. Долго время мы в шестерок не разговариваем, но это не ловкое молчание. Мы все-таки заточены, что в разговорах не было смысла. Когда Моника и Юри заканчивают сканзи, они начинают осторожно вырезать маленькие отверстия бумаги и продевать через них ленту. Я послушал, как они обсуждали нужную длину. Насколько длинной, по-твоему, она должна быть? Что ж, дай я посмотрю. Они встают, Юри хватает катушку с лентой. Они направляются к двери. Эта дверь примерно такой же высоты, как и... Как... Эта дверь примерно такой же высоты, как и... Как и, как и... Ёпта. Как и в комнате клуба, так что примерно тут будет кончаться лента, думаю. На самом деле, она нам не нужна вся. Мы ведь собираемся открыть двери в самом начале, верно? Об этом я не вздумалась. Да, ну, когда мы будем представлять стихи, то закроем двери. Когда мы будем закрывать... Да, вот поняли, короче. Разумеется. Я слышу, как ножницы разрезают ленты, затем две девушки возвращаются и продолжают... Продевают через отверстие ленту. Ооо, вот это взгляд, вот это взгляд, вот это взгляд. Взгляд, типа, выеби меня. Или что-то типа того. Наши с Моникой взгляды на мгновение встречаются. О боже, это один большой флирт. Я думал, тут написано фрукт, ну да ладно. Сайои тоже смотрят на меня. Но она смотрит, как маньячка, блин. О нет, они обе. Ты серьезно, женатист может разделиться навсегда. Трениться долго с тобой в этом теле ужасно. Хочу бы увлечать себя вечером. Да, пожалуйста. Я сообщу Монике Сайои позже. Спасибо. Есть проблем. Пойдите, как я забыл сохраниться. Ёпта, 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 ёпта. Я делаю паузу, затем ухмеляюсь. Знаешь, вот вы всегда могли бы провести 7 минут на небесах в шкафу. Я чувствую, как он снова краснеет. Сосми снова! О, просто снова подразниваю менджи. Я возвращаюсь к живописи. Мы с Нацуки решаем начать с противоположных концов и работаем в направлении центра, что на самом деле очень эффективно. В итоге я смотрю на DVD-плеер. 11.57 утра. Желудок Сайои издаёт громкое урчание. Извините за это. Что типа... Я думаю, что это хороший повод для перерыва на еду. Как насчёт путём родов? Звучит неплохо! Согласна. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Это звучит здорово, Джизусан. О, мама, только есть одно обстоятельство. Моника, вегетарианка. А, это правда, Асан Асан? А, ну да. Ну а что насчёт старого любимого американского блюда, арахисового масла и желе? Я его обожаю. Когда я поехал в Америку, в старшую школу, я открыл для себя... Бэбре Энджей. Как они там его называют? Думаю, что не откажусь. А на самом деле, я такого никогда даже не пробовала. Можно мне тоже? Я слышала, почему-то в родах. Признаюсь, мне тоже немного любопытно попробовать. Хм, звучит достаточно аппетитно. Могу ли я тоже попробовать? Это маленькая жирная жопа. Мне тоже, пожалуйста. Э, два раза нажал, не пропускается. Чё за бред? Здорово. У меня есть четверо потенциальных новообра... Новообращённых? Я пойду приготовлю их для вас. Да. Она направляется обратно на кухню. Она отправила делать домой, так лучше, чтобы тебе продать. Я с нетерпением жду возможности попробовать их. Чё-чё-чё такое? Чё-чё случилось в чём-то? Мы пятером встаём и подтягиваемся. Ага. Ну, блин, как я зеваю сейчас. Походим, мы почти закончили красить баннеры. Действительно. Они оба хорошо выглядят. Учитывая прогресс... Я зеваю, так извините. Учитывая прогресс, мы должны покончить с этим. Возможно, через полчаса, час. Да, а потом мы сможем приступить к приготовке еды. Сколько времени это займёт? Не слишком долго. Я предлагаю, возможно, и пару часов. Прекрасно. Чё за хер... Я сейчас была. Эй, Карл, где твой адрес? Поверни направо, пока я думаю, дверь справа от тебя твоя цель. Спасибо. Наски уходят. Эм... Есть ещё один туалет. О, есть ещё один наверху. Поднимись наверх, справа будет дверь с маленьким окошком. Она тебе и нужна. Спасибо тебе. Юри тоже уходит. Как только они уходят, я понижаю голос. Чё вам... Больше двух туалетов, наверное, тут нету. Так что, девчонки, потерпите. Ребята, Моричи хочет сегодня вечером попробовать побольше поработать в космическом классе. О, я не уверен, что смогу прийти сегодня вечер. Мама хочет, чтобы я вернулась домой пораньше. На самом деле, я могу помочь с этим. Моника протягивает нам с Сайори две разные ручки. Та, которую она протягивает мне, изумно-зелёная. То время, как у Сайори небесно-голубая. Прошлой ночью я поняла, как открыть обе двери одновременно. В принципе, если одна из дверей в класс открыта, то если кто-то воспользуется своими ключами, откроется вторая дверь. Таким образом, мы сможем встретиться, если разойдёмся. Я откручиваю колпачок ручки и вижу под ним ключ знакомой формы. Стою и делаю то же самое со своей. Понятно! Так что, думаю, вы сможете встретиться... Так что, думаю, вы сможете встретиться сегодня вечером. Я постараюсь! Хорошо, значит... А это своего рода двойное свидание. Мне направо кухню. Я вижу, как Моника делает... А, пху, какая Моника? Минако делает путеводоустойки. Чизусан, мы можем как-нибудь помочь? О, не беспокойтесь об этом. Вы, ребята, позаботились о завтраке. Так что позвольте мне позаботиться о поберии. О, Венни! Разумеется, эти путеводы будут готовы через несколько минут. Почему вам не присесть? Где остальные две? Они скоро будут здесь. Пошли по-маленькому! О, поняла. Что ты хочешь выпить? Хоть есть ледынная солевая. Мы всегда её делаем. Он вечно её пьёт. Виноват! То же самое и мне, если можно. Мои родители никогда не решают мне пить зодовую. Так что мне её попытно попробовать. Я понесу вам, девочки. В холодильнике есть несколько бутылок, и хватит на всех, если я правильно помню. Я открываю холодильник. Одна из полочных дверей... Одна из полочных дверей в холодильнике заполнена бутылками зелёной газировки. Я беру три бутылки и ставлю их на стойку. Затем я беру три стакана. Эй, у вас есть лёд? Нет, извини. Что за сон такой? Мы просто обсуждаем содовую. Хочешь немного? Я поднимаю одну из бутылок. Это дынная солевая? Давай! Я... Ну я пробовал, кстати, дынную жвачку. Скорее всего, это не то же самое, что дынная солевая. Понимаете, я что-то дынная... Ну дыня, и как арбуз... Я просто что-то дыню перепутал немного с тыквой. Как бы, ладно. Я беру ещё одну бутылку со стаканером. Вскоре я слышу, как Юри спускается по лестнице. Эй, Юри, ты хочешь что-нибудь? Эм, ты в порядке? А, я в порядке, просто... Наверное, было немного тепло, вот и всё. Орезал себя. Да, она, наверное, врёт. Моника и Савиев, вероятно, тоже так думают. Лучше не подвигать это сомнению. Наверное, лучше позволить ей открыться нам в свободное время. Ну, мы все... У... Ю... 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 ...будем пить дынную содовую. Что ты хочешь? Немного? Что ты хочешь? Что ты хочешь немного? Или хочешь, чтобы я приготовил тебе чаю? А, фу. Ты тоже хочешь немного? Или хочешь, чтобы я приготовил тебе чаю? Вообще, слепошарый просто. Я бы не отказался попробовать немного. Я не пила особо газировки в своей жизни, и я слышала, что дынная содовая довольно вкусная. Сейчас подойду. Я беру еще одну бутылку с содовую, со стаканом. В конце концов, я переношу стаканы на маленькие боносы и ставлю их перед каждой девушкой. Сайори немедленно начинает пить. Я Кара-сё! Нацуки делает большой глоток. Заканчивая его удовольствие... Ага, заканчивая его удовлетворенным вздохом. То есть... Хороша пошла! Она что, бизнесмен, пьющий шампанское после работы? Монька пьет стакан в руку, затем подносит его к губам, отпивая содовую из него. Тут будет непрямое поцелуй, если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, я всегда знала, что соду нужно готовить с использованием углекислого газа. Но я не думала, что она будет такой шипучей. Её и берет её бокал. Ну, её бокал, в смысле, маленький или свой бокал? Написали бы, Юлия берет свой бокал. А я так, я думаю, что они непрямую поцелуй сделают. Ладно, вдыхает аромат дыни, затем делает маленький глоток. Действительно, это довольно уникальный напиток. И, к тому же, довольно освежающий. Диняй, солевая, восхитите меня! Обсервирован один из моих самых любимых напитков. Хотел бы я его себе позволить. Может, мне стоит дать ей одну бутылку? Как раз в этот... Как мне повторить этот дух? Я только по-настоящему могу. Как раз в этот момент Моника делает нечто совершенно неожиданное. Она рыгает. И как я это сделаю? Типа, типа... Я не могу по-настоящему только... Если похоже будет, если я по-настоящему отрыжку сделаю. Я ничего не могу с собой поделать. Поэтому расхватался над покраснешим издельным лодом. Другие девушки властейки от этого. Вскоре даже Моника в него начинает смеяться. Ну, блин. Как бы. Пока, короче... Если кто-то смотрел на этот момент, то вы молодцы. Выложу я не знаю когда. Возможно, под Новый год выложу эту серию. Но так-то она была записана 2 декабря 2022 года. А пока что пока.